Два тела соединены нерастяжимой невесомой нитью, перекинутой через лёгкий блок. Масса тела 2 равно 2 кг. Коэффициент трения тела 2 о горизонтальной поверхности равен 0,1. Какой массой обладает тело 1, если оба тела движутся равномерно? Масса тела 2 равно 2 кг. Цент трения, обозначенное мю, равно 0,1. Тела движутся равномерно. Нужно определить массу, которая подвешена этому лёгкому блоку. Здесь расположена масса тела М2, лёгкий блок. Здесь неизвестная масса М1, которую мы должны найти. В этой задаче есть трение. Этот блок имеет трение к центре не равно 0,1. Посмотрим действующие силы в системе масс. На эту массу М1 будет действовать сила П1, обозначим её. Против неё действует сила натяжения дикет. Задача сказана на том, что тела двигаются равномерно. Что мы можем сказать об этом? Если тела оба двигаются равномерно, ускорения нет. Тогда получается, что сила Т будет равна весу массы М1. Это одна сторона. Теперь посмотрим, как здесь. Натяжение нити передаётся через невесомый неподвижный блок. Здесь будет тоже натяжение с нити Т. Натяжение нити Т будет двигать в это тело в этом направлении. Что противодействует силе Т? Противодействует сила трения, которая образована здесь. Написываем F3. Чему равна F3? F3 равна весу, перпендикулярно весу P2 умножить на концентрение. Сможем записать, что сила трения F3 равна P2, то множится на мю. И получается так, что эта сила трения имеет такую величину, что сила натяжения нити и сила трения будут равны. Потому что это тело движется равномерно. Раз оно движется равномерно, значит ускорения нет. Если ускорения нет, значит результирующая сила. Их результирующая равна нулю. Они оба по модулю должны быть одинаковы. Единственное, что они разные по направлению. Сила трения в данном случае работает вот в этой сторону. А сила натяжения нити работает противоположно. Можем сказать, что сила натяжения нити равна силе трения. Тогда это тело M2 будет двигаться равномерно. Точно так же, как и это тело будет двигаться равномерно. С одной стороны мы можем записать для этого тела, Что сила натяжения нити равна силе трения или равна P2, что множится на цель трения, на мюд. С этой стороны мы можем записать, что сила натяжения нити T равно P1. Коль здесь сила натяжения нити, здесь она одинаковая, мы можем приравнять эти величины для того, чтобы определить, какую же массу необходимо сюда прицепить, для того, чтобы это все двигалось равномерно. Первое уравнение, второе уравнение. T у нас здесь и T здесь. Можем приравнять, если левая часть одинаковая, можно приравнять правая часть. Можем написать, потому что P1 равно P2, что множится на μ. Что такое P1? P1 это M1, ту, которую нам нужно найти, умножить на G. P2 тоже равно M2, что множится на G. Отставляем сюда эти выражения и получаем M1G равно M2, что множится на G, что множится на μ. Что здесь получаем? G можем сократить. Чему равно M1? M1 равно μ, что множится на M2. Теперь давайте отставим сюда эти значения. M1 будет равно 2 кг, что множится на 0,1. Получаем 0,2 кг. Или это равно 200 г. В результате M1 будет равно, можно системно написать 0,2 кг. Или это равно 200 г. Если мы в данной ситуации с этими показателями пациента трения и массы M2 определим силу 200 г, все это будет двигаться равномерно. В этом случае получается, что здесь сила натяжения нити равна связи трения. А здесь вес массы M1 тоже равен натяжению нити. Поэтому мы получили вот такие небольшие уравнения. Но с учетом нашего объяснения, это одна из этих сил, получили вот такой результат.